Так Наталья Комарова объяснила, что требование теста на COVID-19 от сотрудников, работающих вахтовым методом, абсолютно правомерно. Не имеют права отказываться от этой процедуры и беременные женщины перед поступлением в роддом. По поводу единовременной выплаты пенсионерам в размере 3000 необходимо обратиться на горячую линию Центра социальных выплат. В Нефтьюганске это 24 33 11 и 24 19 94. Что касается выпускников, то о скорректированных сроках единого госэкзамена должны сообщить в ближайшее время. Понимаю и разделяю волнение родителей, очень прошу всех взрослых, рядом с которыми родные и близкие выпускники оказывают им сейчас всемирную поддержку, потому что наши молодые люди стоят перед очень ответственным шагом. Принимает решение о дате и форме проведения ЕГЭ Министерства просвещения Российской Федерации на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. При необходимости сроки поступления в ВУЗы будут смещены и уже определен порядок приема документов с использованием онлайн технологии. Много было вопросов и о работе торговых центров. Жители округа интересуют, когда они смогут посещать такие места и совершать в них покупки. По словам Натали Комаровой, пока для таких объектов действуют прежние правила. Все, что касается досуга, развлечений, не открывается. Все, что касается торговли продовольственными товарами, промышленными товарами первой необходимости, может быть открыто и в составе торгового центра. Однако это возможно при условии, что в таком торговом зале есть отдельный выход на улицу, а его площадь не превышает 500 квадратных метров. Относительно детских садов сегодня действуют то же правило, что и раньше. При подготовке к расширению рабочих групп персонал будет допущен только в случае отрицательных анализов на коронавирус. Губернатор выразила сомнение в том, что муниципалитеты готовы к полному открытию дошкольных учреждений, ведь любой ребенок может принести инфекцию из дома.